Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 мая и это видео не совсем обычное. В нем не будет никакой темы. Я сейчас объясню почему. Я всегда обычно показываю вот ту теплицу первую, которую я посадила, она уже полностью готова. Я показываю, когда уже стройные рядочки, когда все у меня, все подручные материалы убраны, бедра там, баклажки с водой, всякие тяпочки, грабельки, перчатки, все убираю и начинаю снимать. Но потом, и как бы я всегда стеснялась показать весь этот свой бардак, рабочий беспорядок, но потом я подумала, что это все-таки неправильно, и некоторые начинающие огородники могут, как бы выразиться-то, поставить себе в вину, что вот у них всегда там, когда они все это высаживают, какой-то бардак, какой-то беспорядок, а как-то вот другие люди умудряются все вот в порядке содержать. Это не так. У меня тоже бардак, и я решила раз уж все по-честному, все открыто показывать, сейчас я расскажу, какой ужас и какой бардак творится у меня во время высадки. Это вот первая часть я высадила. Сейчас та часть, где я работаю, выглядит совсем по-другому. О ужас! Тут негде наступить даже ноге. Тут и контейнер, в котором я принесла рассаду, которую я высадила, и баклаши, в которых я ношу воду. Потом вот эти пакетики, из которых я вытряхнула помидоры. Лишние листья, которые я при высадке лежа отщипнула. Тут совочек, которым мы золу выгребали. Тут совочек, которым я сажу. Это земля, которую я сделала выемку, лишняя из лунки. Это ведра с перегроем, которые я принесла. Там же валяется ручка с листочком, на который я пишу список. Тут же моток ниток, потому что тут у меня нет земли, и колышки не удерживают крупные помидоры. Тут я еще добавляю нитки. Но тут обо всем я вам расскажу позже. Тут у меня только высокорослые. В один ряд они не пар на одной строчке. И тут совсем по-другому. Если мы дальше отпячусь я. Вот это еще печка Франкенштейн стоит не убрана, потому что все на работе, вытащить ее некому. Еще вчера мы ее топили, сегодня она мне уже мешает. Я вот видите, до нее дошла, вот дошла до нее и уперлась. Дальше я высаживать не могу. И вот эти бедные томаты в стаканчиках ждут. Они будут ждать вечера, приедет муж, все утащит. Там пустые баклажки, это надо за водой идти. Тут полные, это я только что принесла. Это пленка, которую я укрывала во время холода. Это палкой, которой забиваем опилки. Это те самые опилки, которые забиваем. Это вот томаты, которые ждут своей высадки. Вот они стоят, там сибирские шанги, румяные щечки, которые это, ну, буду высаживать. Это томаты, которые уже не попали в число избранных. Я их, вероятно, буду на улице высаживать или лежа, или как-то. Короче, все. И все это нужно. Вот эти поддоны, это те, на которых хранились, вот здесь рядом с печкой лотки, я вам показывала позавчера. И если вот так посмотреть, прям вот совсем отойти и посмотреть, и можно сказать, о ужас ужасный, откуда все это? Кто это все притащил, накидал, разбросал? Тут даже пройти негде и вообще. Но я вот сейчас сегодня работаю, я вот этот угол засадила, вот это сейчас соединю, всю первую половину. Все это убавится немножко. Пустую тару унесу, унесу контейнера, унесу ведра, соберу листья, все это. И среди этого бардака, обращаю ваше внимание, что я не забываю веревочки протянуть, чтобы потом было все ровно и красиво. Так что не расстраивайтесь, если вы во время высадки заходите в теплицу, у вас даже некуда ногу поставить, вот как у меня ни дорожек, ничего нет. Я иногда тут запинаюсь, конечно, нужно быть аккуратнее, но обычно торопишься. Я вот первую теплицу засадила всю, закрыла, ну это как считается, закрыла, закрыла эту тему, все, перешла сюда. И мне хочется до наступления жары все высадить, потому что у нас ожидается завтра 21, послезавтра 22, там уже 23 и 24. Представьте, как здесь будет жарко, она будет приживаться подольше. Я все тороплюсь, и невзирая на весь этот беспорядок, через два дня я вас сюда заведу, здесь будет идеальный порядок, стройными рядами будут стоять мои томаты. А пока что вот такое у меня творится. И печки, и опилки, и поддоны, и ведра, и баклажки с водой, и томаты, и тут же я посредине. Все. Вот так мы работаем. С вами была Ольга Чернова. И высадка томатов в теплицу. Так же и на улице у меня всегда. Потом все куда-то рассредотачивается, по углам расползается, и все прекрасно.